Заботясь об экологии, помогаем другим. Благотворительная акция по сбору вторсырья прошла в Афрянове. Все вырученные средства будут направлены на реабилитацию 9-летнего Семёна Трунова из этого посёлка. Уже второй раз они нам помогают, и я надеюсь, что мы соберём нужную сумму и поедем снова на реабилитацию. Общая сумма сбора – 225 тысяч. 58 из них мы уже собрали благодаря акции «Дети вместо цветов» и отдельным пожертвованиям в индивидуальном порядке. Волонтёры собрали макулатуру, пэт-бутылки, канистры, крышечки, флаконы, стекло и другое вторсырьё. В акции приняли участие не только жители посёлка. К нам присоединились несколько организаций. Это наша любимая библиотека. Приезжали представители больницы нашей Фряновской. Несколько магазинов откликнулись, автозапчастей. Особенно у них очень много, я знаю, коробок. Вот они привозили тоже сегодня. Неравнодушные жители, члены нашего экосообщества. Все откликаются, все приносят собранное чистое, сухое вторсырьё, перевязанное верёвочками в пакетах для того, чтобы сделать этот мир чище, лучше и помочь ребёнку попасть на реабилитацию. Акцию поддержал благотворительный фонд «ХОВ». Мы сюда, как фонд, привезли скворечники. Сейчас дети их разукрашивают. Потом мы пять скворечников повесим в Центральном парке Фрянова. Через сбор вторсырья люди и дети узнают, насколько это важно, заботиться о своей собственной природе. Если это ещё является благотворительной изюминкой, как в данном контексте, мы знаем, что, собирая вторсырьё, дети и взрослые помогают Семёну Труному. Поддержать Семёна можно, сдав вторсырьё на переработку в экоцентрах по следующим адресам. Посёлок Фрянова, улица Первомайская, 25. Город Щёлково, улица Талсинская, 4А. Также можно сделать пожертвования через приложение любого банка, отсканировав QR-код, который вы видите на экране. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова